Ученики 9-го класса изучают кинематику равнопеременного движения. Молодой учитель физики Дарья Альфатовна Пименова пришла на урок к педагогу-стажисту Любови Ивановне Колесниченко. Она работает в школе номер 9 с углупленным изучением предметов физико-математического цикла больше 30 лет. А Дарья Альфатовна недавно окончила ВУЗ. Сначала бакалавриат физического факультета классического университета и магистратуру университета Итуму в Петербурге, где изучала физику наноструктур. Но педагогические наклонности перетянули Дарью из науки в преподавательскую работу. Я в прошлом году работала в Санкт-Петербурге, в общеобразовательной школе. И мне было чего-то, ну чего-то не хватало. И я решила все-таки попробовать физмат-школу. И так как я уже хотела переехать в Пермь, я рассматривала только лицей, либо физмат-школу, соответственно. И в девятую школу я сама написала, спросила, есть ли вакансии. Вот мне ответили, что есть часы, и взяли. Физика – это фундаментальный предмет, она нужна всем. В школе физику полноценно изучают с седьмого класса. Физика помогает познавать законы природы, что важно для изучения всех наук. Физика организует ум. Педагоги напоминают гениальный Исаак Ньютон не только открыл важные законы физики. Он 29 лет руководил монетным двором и наладил систему денежного обращения в Англии. Но оказывается, что преподаватели физики сейчас очень дефицитные кадры во всех школах. У нас в нашей научно-технической промышленной области не может не быть тревоги по этому поводу. Нужно резко поднимать статус физики как учебной дисциплины. Это предметы природы. И физика в переводе с греческого просто природа. Поэтому не знать физику это просто не модно. И очень бы хотелось, чтобы мы это понимали. Дарья Ильфатовна признается, профессии учителя это настоящее ее призвание. Больше всего она любит, когда получается о сложном рассказать ученикам доступно. А замечательная атмосфера школы и поддержка старших педагогов помогают понять и полюбить эту профессию еще больше. Педагоги говорят, обучение школьным предметам это ежедневный совместный труд ученика и учителя. А еще это и воспитание человека. Если сложатся отношения, то ребенок максимально развивается в этот период. И он получает удовольствие. И мы получаем удовольствие. То есть ведь ни в один возрастной период, как в школьные годы, человек так интенсивно не развивается. И, в общем, я считаю, что это очень приятно и интересно и важно. Поэтому вот так здесь долго задержалось. Педагоги признаются, привлекают в профессии то, что вкладывая свой труд в развитие ребенка, ты видишь результат этой планомерной работы. Дети вырастают и благодарят, помнят своих учителей. А еще есть такой секрет. Педагоги практически не стареют. Они всегда в курсе всех молодежных тенденций. А уж скучать на рабочем месте у них просто нет времени.